Послание Филипфиста. 2-6 стих. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу. То есть Иисус Христос не воровал у кого-то славу и честь. Хищение – это воровство. Быть равным Богу. Это Ему принадлежало. Человек, который в армии наслужился за сержанта, а потом решил выйти в день Парада Победы и надел генеральское погону. Это хищение. Казаки сейчас идут, кресты надели георгийские. Ну какие георгийские? Это просто театр, комаровский. Ты не воевал. Георгийский крест – это как звезда героя Георгий Слава давалась. А Христос не почитал хищением. Вот сейчас слышали библейские чтения на успение Божией Матери. Первое про Иакова, как он спал и увидел во сне лестницу во сне. И она, ну лестница не стоит, если на что-то не оботрешь. Она упиралась прямо в небо. Ну до неба такой лестницы и нет. И дальше какое было ему дано обещание? А какое отношение сюда иметь? Лестница – это Богородица. Так объяснили. Сейчас считалось евангельское чтение. Повторяю, завтра день не рождения Богородицы. Не память встречи есть или советы, а успение. А считается, совершенно ни в селу, ни в городу. Это он был читать на Рождество Богородицы, на введение во храм одно и то же. Это прям сказка про дупого человека. Но считается, мы постараемся что-то взять оттуда. Лестница на небо, через что мы восходим. Это крест Христов. Крест, через который мы восходим. К Кресту Богородицы никакого отношения не имеют. Но зачем же это тогда все-таки считается? Я вижу, что это место больше подходит. И постараюсь это сейчас разъяснить. Второе место считали – про языки Илья. То есть то совершенно никакого отношения не имеет. Второе – языки Илья. А вратах северных? Там даже не надумано, а так. Никак, просто взятое. Что Христос родился, и она осталась. Она дева, и дальше не надо ничего выдумывать. Она родила их Богу где-то. Прямо пишут в богослужебных книгах. Это все монахи додумались. Не было этого никогда. Павел был величим человеком. И он в прообленность легко находил сравнение. Гора Агария означает нынешний Иерусалим. Он приводил к этому. Ну, а Богородность он по условиям не сказал. 14 посланий. И ни один апостол не сказал. Почему? Да нет ничего. Матресий премудрость высекла себе храм. Семь стопов. Это вообще никакого отношения не имеет. То есть пророчество. А Богородица только одно. Все дева в очереди примет ради цены. И нарекут ему имя Эммануилу. Вот и все. Больше ничего нету. А считали это либо пространство свободное заполнится. Даже обидно делается. Спустя восемь столетий стали придумывать вот это, что сегодня считали. Это никто не считал в первый веке. Все понимали, что его нет пророчества. Его не надо натягивать, придумывать. Богу это не надо. Как Ева говорит, зачем мы его лгали? Богу не надо, чтобы мы лгали. И Богу слава возберечься. Ничего нет, того нет. Но она присноделла Мария. Она наша хозяйца. Но вот здесь он говорит, что Иисус есть Бог. Есть такие верующие, которые Христа не признают за Бога. А вот теперь мы, согласно Писанию, проверим это. По-другому нельзя никак. Мы не можем и паспорку Христа проверить. Кто? Отец Его мы знаем, кто. Но равен он Отцу или не равен? Равен, значит, он должен быть безначальный. У него начала? Нет. Кто старший? Отец? Бог. Или Сын Бог? Не старший, безначальный. В человеческом сознании нет этого смысла понять. Нет. Тот может дома у тебя кошку видишь, поставь перед ней агрук, а, б, 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 под тысячу лет ей говори, а она никак не поймёт. Ей не дано это понять. И нам это не даётся понять, что нет начала. У нас просто нет этого. И ты можешь день и ночь учить курицу, а вот прочитать по буквам она не прочитает. Но Христос есть Бог. И в это надо поверить. Он есть истинный Бог. А если он истинный Бог, то Бродица не Богородица. Она не могла его родить. Бог не может рождать. Он наикотечно рождён. И поэтому здесь такая натяжка. Такие были споры в церкви. В истории из них предлагал называть её Христородицей. Я думаю, ну почему святые пошли на такую подделку назвать её Богородицей? Ну неужели они не понимали? И пришёл к мысли такой, что были еречи, как арии, не признавали Христа за Бога, и решили вмонтировать само название Богородицы. Чтобы поверили, что всё-таки она Бога родила. Больше ничем нельзя объяснить. То есть пошли на этот подлог и сказали, она не могла быть Богородицей. Но мы её православно называли и будем называть Богородицей Девы Радосят. Но внутри тебя должны знать. У Богородицы есть начало. Вот новая эра. Это Рождество Христа. И добавь 14 лет. Вот её годов. До этого её не было нигде. Она рождённая обыкновенным Саити. И Акима, и Иоанна. Поэтому она могла родить не всем. Могла родить Иисуса. Но Бога никак не заразит. Он вечный. Как ты его можешь родить? Никак. Тем более, вечный от плоти. А вот здесь уже посмотрим мы, он Бог или не Бог. Согласно Библии. 1 Тимофею 1.17. «Как же все те сиритиками, которые не признают Иисуса за Бога? Царю же веков нестленному, невидимому, единому, премудрому Богу честь и слава во веки веков». Богу. Павел называет Иисуса Богом. А эритики, говорят, нигде не написано. 1 Тимофея 3.16. «И беспрекословно великое благочестие тайное. Бог явился во плоти». То есть, Он не родился во плоти, а явился во плоти. У нас нельзя пока словосочетание «Богородица». А если «Богоявленница», тогда бы можно было еще сказать. Он явился во плоти. «Оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедным народом, принят веру и в мире, вознесся во славе». То есть, что Бог явился во плоти, значит, Он Бог. Научитесь постоянно повторять «Господи Божий наш Иисусе Христе». Он истинный Бог. И начал судить мир не смог бы. 2 Коринфян 4.4. «Для неверующих, у которых Бог веков всего осветил умы, чтобы для них не воссиял свет благовестования от славы Христа, который есть образ Бога невидимого». Образ. Колотинов 1.15. «Который весь образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари». Твари называются планеты, галактики, все что материальное. Это творение. Творение называется «Ангелы, Хирургимы, Серафимы». Ведь начало определенное. Мы не знаем, сколько лет ангелам, ну, может быть, миллиарды лет, а может, триллионы, а может, только миллионы. Но сотворенные они за то, Он говорит, прежде четвертого дня творения. Это точно. Почему? В четвертый день звезды Бог творил при общей ковании сынов Божьих. У Его мы считаем. То есть, сыны Божьи уже не ковали, когда творил звезды. Значит, они были. А вперед не знаем. Может быть, Он только сотворил их и сразу стал творить звезды. И как надо осторожно толковать Священное Писание. А Христу нет начала. Колотцы, на Матисе 16. Им. То есть, Христу. Создано все, что на Небесах, там, где мы живем, и что на земле. И видимое, и невидимое, престолами, господствами, начальствами, власти, все им и для Него. Начало им власти – это не администрация районная и городская. Начало – это есть такие силы небесные, которые мы не знаем. И власть – это тоже по-другому выглядит. Там, с крыльями. Серавима, там, Серафима шестикрыватая пока. А это еще какие-то силы. И мы не знаем, как они выглядят. Ангелы хоть видят лицо человеческое с крыльями. А что такое начало? Силы, власти? Мы не знаем. Начало, большую букву – это тоже такие силы. Существа духовные. Вот Деонихия Реополита это подробно и объясняет. Видимо, откровение было им. Кевреем 1.3. «Сей, то есть Иисус, будучи сиянием славы и образы, и постаси Его, и державши словом силы Своей, совершил с Собой ощущение грехов наших, воссел Одесную, престол ловилища». Одесную, с правой стороны, то есть по правой равной. Другого толкования нет. Иоанн 1.1. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Богом». Какое еще доказательство? «Слово» – это лоза в погрешнике. Это Сын Божий. Он вначале был у Бога, и это Сын был Бог. Иоанн 10.13. «И иудеи сказали ему в ответ, не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство, и за то, что ты будешь человеком, делаешь тебя Богом». Иоанн говорит, что они правильно поняли. «Чего бы они начали знать его как Бога? «Делаешь тебя Богом». Он называл тебя Богом. И говорил, я отец одно, прежде нежели в Арам, я уже был. «Евреи-то очень хорошо поняли. Они рядом были. Ему вопросы задавали. Он отвечал на вопросы. И они поняли, что он богохульник. Он называет тебя Богом. Как можно Богом называть? Я проигрываю эту ситуацию. Если я был бы среди евреев тех, когда Христос был, я бы его за Бога не признал, это точно. Как так? С нами вместе ходят, обутые, одеты, так, как мы. За Сына Божий признал, за Лисию признал бы. Но за Бога. Вот сегодняшние евреи, когда уверуют, принимают Христа, они его за Бога не признают. Мессианские евреи называются. Я не знаю, все или нет, но, по крайней мере, те, о которых пишут. А меня еврей-то спрашивал, скажите, а вам легко ли было бы вот с вами сидит человек, разговаривает и в нем признать того, который сотворил Вселенную? Немыслимо, это нельзя признать. А как же человек признает то, что он вас крест? Почему Христос и говорил, никому не сказывайте, что видите меня преображенным, чтоб потом не соблазить? А теперь можно говорить. Если мы Христа по плоти знали, то отныне Павел говорит, не знаем. Мы знаем Христа прославленного, вечного, вознесенного, бессмертного, не умирающего, не жаждущего, не алчищего, не утомляющегося. Вот которого мы знаем. Иоанн 20 глава, 28. Фомаши сказал ему ответ, Господь мой и Бог мой. Христос восстановил его и сказал, да какой я Бог, я Сын только Божий. Но он сказал, Господь мой, Господи и Бог. Иоанн 5, 18. Еще больно искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. Они в словах Христа нашли, что действительно Он. И Иисус утверждает, что не только Сын Божий, но равен Богу. Это вторичное мы считаем. Иоанн 5, 23. «Дабы все четыре Сына каштут Отца, кто нещит Сына, тот нещит и Отца, послав Его». Матфея 1, 23. «Все Девы в очреве приимят и родят Сына, и нарекут Ему имя Эммануэл». Что значит? То есть переводится «С нами Бог». Надо правильно все переводить. Я о чем даже говорил. Если заметите, когда кто переводит с пропусками, предупредите, этого делать нельзя. Если я переводчик, взялся переводить, я обязан все переводить. Все, скажи то, что мне не нравится. Римлянам 9, 5. «От них Христос по плоти, сущий над всем Бог». Какое еще доказательство? Перевод. «Благословенный во веки огни». То есть Он есть Бог, существующий над всем. И то, что мы отмечаем по указанию церкви успение Божией Матери, заметьте, так и остается Божией Матери. Что Он был Бог. И мы примем, ничего менять не будем, будем ее называть Богородицей, но внутри тебя будем знать, что Он вечный Бог. И по плоти Он только явился, но не родился. Ему нет начала. Все места Писания говорят, что Он есть Бог. А Бог, значит, Он без начала. Иначе Он какой же Бог? Он все сотворил. И Богородица, и мир, и все, что видимое и невидимое. Титут 2, 13. «Ожидая блаженного упования и вредной славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христоса». Как Он называется? Великим Богом. Я не нашел ни у одного святого отца. Почему? Решили остановиться на том, что Присная Дева Мария есть Богородица. Никто, нигде. Значит, это пришло в то время, позже, когда уже ереси все случились. И, видимо, для того, чтобы самих еретиков заставить произносить, что Он есть Бог, Богородица. Нам было удалось счастье быть православными. Мы были наследниками семи вселенских девяти поместных соборов, которые утвердили учение и символ веры Бога. Истина от Бога истина. Рождена, не сотворена. Прежде всех век. И Слово, которое мы почитали, что он будущий образ Божий не похищал, не почитал хищение быть правым Богом. Это действительно так. Он был Бог. И ни от кого он не принимал никакой дополнительной славы, чтобы стать Богом. И поэтому, прославляя Христа как нашего Спасителя, мы скажем, жертва Его божественная, вечная, достаточная, как Бога, воплотившегося через Деву Марию, чтобы спасти всех. Хотя бы вселенную увеличилась миллионный крат. Жертвы Христа достаточно, чтобы всех простить, чтобы вы получили прощение. И через успение Божией Матери церковь нас подвигает еще раз убедиться, что Иисус есть истинный Бог, который введет судить всю вселенную. Закаживается мы на правой стороне. Спасибо большое. Продолжение следует...